ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Сегодня вечером меня попросили рассказать о путешествии, которое мы совершили вместо появления Адреси Мхадеи. Это святое место также упоминается в путешествии Господа Читани по Южной Индии в Матхи-Лили. Это сказано, что во время его путешествия в Южной Индии, Лорд Читани Махапрабу также посетил святое место Ховала. Говорится, что там Господь появился, чтобы убить демона Хирани Кашипу и защитить своего преданного Прохлада Махараджа. В седьмой песне говорится, что Хирани Кашипу занимал пост Индры. Итак, как это значит, что Луна Шрингаде появился на пиларе Хирани Кашипу и на земные планеты, и в то же время написано, что Он появился на планете Земля, Прохлада Махараджа. И это Индра, это царь райских планет, и каким образом тогда Господь Брисимхадев появился на земле из колонны во дворце Хирани Кашипу? Ну, Прабхупат, когда задавал эту вопрос, Он говорил, что Господь Брисимхадевны в колонны во дворце Хирани Кашипу и они происходят снова и снова. Как, например, солнце заходит в одной части света, а восходит в другой. И когда Господь завершает Свои игры в этой вселенной, Он переходит в следующую вселенную и они продолжаются. Итак, игры Господа вечные и они происходят в разное время и в разных местах. И Прабхупата говорит, что в одном тысячелетии это происходит на райских планетах во дворце Индры, а в другом тысячелетии происходит на земле. И я решил, чтобы Он хорошо отправился в место, где Господь Брисимхадев появился. Как Кришна появился во Вриндаване, Господь Рамачандра появился в Айодхе, а Чайтани Махапрабху появился в Майапуре. Все это святые места, потому что там появился Господь. И я подумал, я хотел бы отправиться там, где появился Господь Брисимхадев. Это должно быть тоже святое место. И раз спросил нескольких пандитов, священников местных храмов, я узнал, что Господь Брисимхадева появился в джунглях Южной Индии, в месте Ховала. Но никто не мог сказать точно, где оно находится. И я решил, я пойду в Южную Индию и просто найду Его. И я вылетел из Калькурты в Хайдарабад. И отправился в один из наших храмов в Хайдарабаде. Я встретил одного из своих братьев-боги там. И я спросил, где находится это место Ховала в Южной Индии. Ананда Майя, это его имя. Ананда Майя. И он сказал, что нет, он не знал, но он спросил от преданных храмов в районе. Он сказал, что не знает, но расспросит у местных священников. И мы пошли в один храм, и там священники достали старую карту. Эта карта была еще с времен британского правления. И эти британцы совершали экспедиции в различные части Индии, и там было отмечено это место Ховала. И по этой карте мы смогли установить, где находится это место. И мы решили пойти туда вместе. Это было 500 миль от Хайдарабада. И мы решили на поезде, потом на автобусе, потом пешком пройти через джунгли и попасть в это место. Но проблема была в том, что там люди говорили, это было в горах, и люди говорили на другом языке, не таком, как в Хайдарабаде. И было очень трудно пойти туда и найти это место, если у вас нет гида или переводчика. И в это время один из преподавателей местной школы посетил храм. Он зашел и сказал, «Хари Кришна». И я ему сказал, «Хари Кришна». Он сказал, «Вы американцы? Что вы тут делаете в Южной Индии?» Я сказал, «Я хочу найти место явления Нарисимхадара». Он сказал, «Я тоже хочу туда пойти». И я умею говорить на языке, на котором горят люди в этих горах. Я сказал, «Да». Он сказал, «Да». Он сказал, «Да, и у нас сейчас на три недели каникулы в школе, и я могу пойти с вами, быть переводчиком и гидом». И я подумал, «Это милость Кришны». А иначе как бы могло быть, что в тот самый момент, когда нам нужен был переводчик, чтобы пойти туда, и мы как раз об этом говорили в своем офисе, он появился. И этим вечером мы сели на поезд, который ехал в глубину Южной Индии. И мы ехали три дня на этом поезде. И поезд дошел до города места и дальше уже не ехал. И мы сели на старый разломанный автобус, который ехал там по грязной дороге. В течение двух дней. И потом автобус тоже уже дальше не мог ехать, потому что больше не было дорог. Там была только тропинка, которая вела в джунгли. Мы слезли с автобуса, взяли свои рюкзаки, спальные мешки. И пошли в джунгли. Там было много обезьян. Разные птицы. Ночью можно слышать самые разные звуки в джунглях. Но мы построили огонь, и все опасные животные оставались на расстоянии. А мы купались в реке в джунглях. И ели фрукты, которые там росли. И в течение трех дней мы шли. И в течение трех дней мы шли. И через три дня мы увидели дым, который поднимался с одной холма. И, согласно нашей карте, это была как раз эта деревня Ховала. Даже сегодня там живут люди. Но все они преданные Господу Нри Симха Дэв. А как во Вриндаване все преданные Кришне. Или в Майяпуре все преданные Господу Чейтане. И в этой деревне Ховала, в Южной Индии, в джунглях, все являются Нри Симха Дэв. И в конце концов, когда уже солнце садилось, мы достигли этой деревни. И люди были очень удивлены, увидев нас. Американский саньяси. Американский саньяси. С двумя людьми пришли в эту удаленную деревню в джунглях. И там люди жили очень просто. Там не было электричества. Никаких водопроводов. Они готовили на огне из коровьего навоза. И дерева. И все ходили босиком. Но они очень благочестивы были. И они были очень удивлены, собрались и спросили, что мы здесь делаем. И я через переводчика сказал, что я хочу посетить место, где Господь Нри Симха Дэв появился из колонны. И они пришли в экстаз. Они сказали это дальше в горах. В действительности там девять храмов Господа Нри Симха Дэв. Все они находятся в пещерах. Там девять пещер, в каждой пещере находятся разные божества Нри Симха Дэв. И на самом верху горы находится именно то самое место, Йога Питха, где Господь Нри Симха Дэв появился, чтобы убить Хиранья Кашипу. Я сказал, давайте, я хочу пойти туда. Но священник этого местный, он сказал, что нет, вечером туда нельзя идти, там кобры, змеи и это очень опасно. Он сказал, что можно ждать до утра завтра, а потом мы пойдем. Я сказал, нет, я хочу сейчас. Он сказал, мы не пустим тебя сейчас. Он сказал, мы не пустим тебя сейчас. Он сказал, вот здесь соломенная хижина, ты можешь там отдохнуть до утра, а утром свежим вы пойдете, я дам одного человека, который воспроизводит. Он сказал, хорошо. Он сказал, ну ты не выходи из этой хижины, потому что ночью в церкви опасные существа. Он сказал, что есть опасные существа и спидеры, и они выходят в ночью. И если вы входит из твоей хут, то он может быть бит. Выползают змеи, скорпионы, пауки всякие. Если ты выйдешь из хижины, то они могут тебя укусить. Поэтому я сказал, хорошо, нет проблем. Хорошо, нет проблем. Я пошел в хут, и они имели один маленький деревянный дом, который я лежал на. И там была одна деревянная кровать постелена с соломой, на которой можно было лечь. Но я не мог заснуть, потому что я думал об этих пауках, змеях и летучих мышах. И я думал, да, в таком месте могут быть змеи, пауки и вообще кто его знает что. И я слышал все эти звуки, шум везде. И два часа я лежал просто с открытыми глазами. И было совершенно темно, никакого света. И неожиданно с крыши, с потолка у меня что-то упало. И начало ползти. И я думал, о, нет! Что это? Это змея-скорпион? Это змея-скорпион или паука? И оно ушло по лицу вот таким образом. И я начал покрываться из парень. И пот капал прямо с подбородка. И я начал дрожать. И я думал, может, если я буду сильно дрожать, оно меня укусит. И я умру в этой несчастной хижине в Южной Индии. И оно там ходило по лицу и скреблось. И делал округи. И я больше не мог уже этого терпеть. Харе-кришну! И боинг! И существо спрыгнуло на землю. И я начал спрыгивать. Помогите! Помогите! Ядовитый паук! Может, это кобра-смея. Может, это скорпион! Помогите! Помогите! И я так кричал, что вся деревня проснулась! И они убежали с ножами, с саблями. Помогите! Помогите! Кришна, помогите! 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 Я знаю два слова по-русски. Я знаю два слова по-русски. Да? Помоги. Да, да. И все вновь пришли, и они открыли двери, окна, и там около двадцати человек лежали. Я стоял на земле. Я стоял на земле. Я говорю, где-то тут на земле это опасное животное. И они бежали с топорами, с мачетой там, и смотри, где же эта змея. И у них были факела. И они забежали с этими факелами, светили пол и увидели его. Это был маленький кузнечик. Он сказал, это просто кузнечик, он тут прыгает. Он сказал, это просто кузнечик, он тут прыгает. Они рассказали, это змея, паука, скорпионы. Так что они начали смеяться, и они уехали, и они закрыли двери. И я лежал на земле. И это время я был так смешан. Я не мог спать. И потом они посмеялись, разошлись, закрыли дверь. И я настолько пришел в смущение, что не мог заснуть все равно. И он сказал, я ваш гид, я отведу вас в эти храмы. И я сказал, большое спасибо, очень хорошо, что мы встретились с вами. И я заметил, что у него очень красивое ожерелье. Сделанное из умрудов. Из бриллиантов. Сапфиров, рубинов. И жемчуги. И каждый из них был такой большой. Большое, прайсное ожерелье. Огромное бесценное ожерелье. И я сказал, где в мире вы получили это? Он сказал, мы это имели в нашей семье в течение сотен поколений. Эти драгоценные камни, они принесены с низших планетных систем. Они существуют там на головах нагов, этих змей, которые обитают на этих планетах. И на низших планетах эти драгоценные камни спускают свет, чтобы змеи видели, куда ползти. Эти драгоценные камни были принесены на Землю много тысячелетий назад. И у этого ожерелья была мистическая сила. Тот, кто носит такое ожерелье, никогда не будет укушен змеей. Я сказал, это хорошо, но все равно, зачем вы его носите? Он сказал, потому что по пути к храму Нри Симхадева много кобр. Я сказал, горе. А я сказал, почему бы вам мне не дать эту шрагу? Он сказал, нет, нет, это для священника, это не для гостей. Я сказал, а что если змея там будет? И он вытащил нож. Он сказал, вот это для тебя, если увидишь змею, ее вытащил. А я сказал, я не знаю, как пользоваться этой вещью, поэтому лучше вы возьмите, если понадобится. И он положил туда, затхотец. И мы пошли туда с моим другом и переводчиком в гору. А где-то два часа мы шли по джунглям по тропинке. И первый шел священник, затем я, затем мой друг и наш переводчик. И я очень устал, потому что тропинка, она шла под таким наклоном. И мы шли по джунглям. И я смотрел, и передо мной появилась кобра. И как вы знаете, она так кольцами свивается, и у нее такой капюшон раздувается. И она начала так раскачиваться. Как раз перед тем, как кусать. Я подумал, неужели это действительно все происходит? Это обычно по эту говтину. Это вряд ли может со мной случиться. Но там он был еще. Я очень испугался. Это был не кузнечик. Это был настоящий зверь. Я хотел крикнуть Харе Кришна. Но я был так испуган, что все я мог сделать было идти. Я настолько перепугался, что я не мог произнести только вот так вот. Я настолько был испуган, что ничего не смог сказать. Я стоял застыв. И затем этот гид, священник, который шел впереди, услышал и повернулся в виде змеи. Он вытащил свой тинжал. И вернулся назад. И поскольку змея смотрела на меня и не видела его, он подошел сзади и отрубил ей голову. И я сидел вниз. И я сидел и начал повторять мантру. И так он спас мою жизнь отрубив голову этой змеи. Затем он взял голову змеи, разжег огонь и сжег ее. Я сказал, зачем это делать, она уже так мертвая, пошли дальше. Он сказал, нет, вы должны сжечь голову. Потому что последнее, что эта змея видит, остается в ее глазах, как фотография. И когда супруга этой убитой кобры приползет и увидит в глазах твое изображение, она будет тебя искать. Можешь верить это, а можешь нет. Но это действительно так. Даже британские, когда они были в Индии, имеют множество исторические истории, как когда кто-то убил змею, то несколько дней назад, неделю назад, они были убиты от укуса этого змея. Когда британцы там были, было очень много случаев, когда они убивали змею, и через несколько дней или через несколько недель этот человек умирал от укуса супруги. И это было возможно, потому что парень, она посмотрела в глаза ее мертвого мужа, и увидела фотографию британского человека, который убил ее парень. Она пошла, чтобы его найти, и в ночное время... И это было возможно потому, что эта вторая змея, она приползала и видела в глазах фотографию этого англичанина, который убил. И ночью она находила того человека и кусала. Так что он сказал, shall we burn the head of the snake, the cobra? И он сказал, так что нам жить головой. И я сказал, да, это один из фотографий, который я не хотел оставить. Но он сказал, да, это фотография, которая не хотел у нас скрыть. Так что он был огнем. И он даже пустой раз сижал. И затем мы продолжали дальше. Потом мы пошли дальше. А потом мы подошли к одной реке, а там не было моста. Там было просто две веревки через меня. Одну веревку вы держались руками, а по другой шли. А внизу была большая река с огромными камнями. Если вы соскользнули бы хотя бы на мгновение, тогда уже конец. Я сказал, что нам нужно по этим веревкам переходить. Он сказал, что нет проблем, всего три или четыре человек в этом месяце умерло. Он сказал, что большинство людей переходят. И если вы не переходите, то это священная река. Так что если вы умер в священной реке, то что проблема? Я сказал, что в любом случае это священная река, если даже ты не перейдешь, какая проблема? Я сказал, что хорошо. И когда мы перешли на другую сторону, мы перебрались на другую сторону. И когда мы перешли на другую сторону, там уже не было никаких тропинов в джунглях. Просто залостли такие. И мы стали прорубаться через джунгли. И в конце концов мы подошли к огромной скале. Такой наклон был. И мы должны были взбираться по этой скале, но все камни, они соскальзывали. И она была очень высокая. Двадцать раз выше, чем вот этот потолок. И если чуть-чуть неправильно, где-то прешься тогда в лепешку. И после нескольких часов путешествия по джунглям, через реку и по этой скале, мы добрались на такой ровной площадке. И он сказал, что здесь первый храм Господин. И мы подошли к входу к пещеру. И тысяча лет назад они делали такой фасад перед храмом. Но с тысячелетиями это все завалилось там, приводилось в пещеру. И он сказал, что если ты хочешь уйти, нам нужно сдвинуть этот камень. И все вместе мы отодвинули этот камень. И неожиданно, тысячи летучих мышей вылетели оттуда. И они вылетели, поскольку там был свет, они не знали, что делать. Метались там везде, и мы вынуждены были упасть на землю. Я сказал, что я не уверен, что я хочу туда зайти. Слишком много этих мышей. А священник сказал, Я сказал, что я не думаю, что мне хочется быть укушенным этой летучей мышью. Да, если кусает эта летучая мышь, то это очень такое бешенство можно получить от этого укуса. Он сказал, что нет, нет, просто молись. Он сказал, что мне просто молись. Это молитва произносит. И у нас были фонарики, и мы пошли в эту пещеру. И вход был где-то вот как здесь, а Божество находилось как в другом конце этого зала. И это был красивый дейтей Ашриньадев, и там было прекрасное Божество Нри Симхадева, сделанное из черного камня, и на его коленях сидел Лакшми. И я подумал, как счастливы мы были. Так много лет, никто не был в этом храме. Мы должны приехать в этот даршан. Мы должны приехать в этот даршан. И я подумал, как нам повезло. В течение столетий никто сюда не заходил, а мы можем зайти и иметь даршан. Я принес бананы и оренжи, поэтому я принес бананы. Я принес бананы и апельсины, и я предложил их этому Божеству. И также у меня была пара каратал, мы провели киртан. Это первый храм, который мы посетили. И следующий храм был в двух милях от этого места. И этот храм был очень тяжелым, потому что вход был только такой большой. Оно туда было очень трудно дойти, потому что вход был такой величины. И туда надо было вползать, и там был такой ход, который в два раза был длиннее, чем эта комната. Я подумал, а есть ли там змеи или какие-нибудь летучие мыши? И понадобилось больше часа, чтобы проползти это расстояние. И в конце концов мы поползли в комнату, которая была где-то чуть поменьше, чем эта в два раза. И в конце там было Божество Нарисим Хадео в таком йогическом положении. У него были такие раскрашенные глаза. И опять предложил фрукты, бананы. И мы провели еще киртан. И мы поползли обратно. И поползли обратно, поэтому... So the third cave, the third deity of Nishringadev, it was a cave, but there was like a river, a stream, running through the cave. Третье божество находилось в пещере, но по этой пещере текла река. Течение. You had to go down, and then you had to walk through the water up to here, in the dark, for about twice the length of this room. И чтобы попасть туда, нужно было вот это по грудь в воде, идти в темноте, тоже такое же расстояние, в два раза больше, чем... The current of that river was very strong. А течение этой реки было очень сильным. And it was pitch black. И было совершенно темно. We had a little flashlight, but our batteries were getting weak. The batteries were getting weakened. And у нас хотя были фонарики, но батарейки уже сели. So we're going in this cave, and... With this current. Finally, after some time, we came to a shelf, like in the cave, and there was another deity of Nisringadeva with Lakshmi. И в конце концов, мы выбрались на такую как пол-площадку, пловку, и там находилось еще одно божество, Нисринха, Деус Лакшна. Махалола Нисринга. Махалола Нисринга. Он обнимает Лакшна. Special deity. Очень особое божество. So we're standing in the water, offering арати. Намастейна. Шингая. So then, that was the third cave, and then we climbed up higher onto the ridge, and we came to the fourth cave. Now the deity in that cave is a self-manifested deity. Self-manifested means no one carved him. Самоявленное означает, что его никто не делал, не было скульптора. Просто по своему желанию он появился в этой форме. For the Lord, there's no difference between matter and spirit. Для Господа нет разницы между материей и духом. He can turn matter into spirit or spirit into matter by his own desire. Он может превращать материю в дух и дух в материю по своему желанию. So because he is the controller of the material energy, he can utilize the material energy however he desires. И будучи контролером материальной энергии, он может использовать ее по своему желанию. So sometimes in India you see deities which are not carved by any man, but are actually self-manifested by the Lord's will. И иногда в Индии можно видеть такие божества, которые не были изготовлены никаким человеком, но являются самоявленными по желанию Господа. So we heard from the priests that after the Lord killed Ираникашипу many millions of years ago, he manifested as this deity and went inside this cave. И священник сказал, что несколько миллионов лет назад, когда Господь убил Ираникашипу, он проявил это божество и вошел в эту пещеру. So he's the Adi Nishringa, the original Nishringa. So, but it's not easy to see him. Because this cave is a great labyrinth. So as people who are not qualified cannot get to see him, you go in and then you go one direction and it stops and you go another direction and it stops and you go down some steps, you have to climb up, cross some water, it's very complicated, like a huge maze, a huge labyrinth. Impossible unless you know the proper way to go. In fact, several weeks previously before we had got there, two priests from the big Ravanujja temple in South India had gone inside there and they never came out. Because it's so complicated to find your way around. But we were with the priest so he knew how to go. So he took us in and for about 45 minutes we were going on all these little paths and down and up and finally we came into a beautiful chamber about half the size of this room. and after thousands of years of years ago the devotees had taken so much time and they have carved their walls into very ornate decorations all throughout the temple. Тысячи лет назад преданные занимались тем, что они украсили различными орнаментами. And on the beautiful altar was this wonderful deity of Lord Нарисимхадар. And he had beautiful silver eyes and he wore a garland of shalagram shilas. Shalagram shilas are the sacred stones from the Ghandaki river in Nepal. And those shalagrams are not different than Lord Vishnu. In India the brahmanas they worship the shalagram is not different than the deity. In India brahmanas считают шалagram shilas отличное от божества. And he was wearing a garland of these sacred shalagrams. So we were very much in awe and reverence. And we were very much in awe and reverence. We stayed there for about one hour. We offered puja. We had arty. We offered prasada. We read from the seventh canto of Srimad Bhagavatam. We оставались там в течение нескольких часов, предложили puja, prasad, и читали седьмой песне Srimad Bhagavatam. Worshipping the Adi Nishringa, the original Nishringa deity. Поклоняясь Adi Nishringa, изначальному Божеству Nishringa. And then we came out. So we came out into the sunlight and it was very bright. It took us a while for our eyes to become accustomed. And when we вышли, the sun was very bright. And then we continued on the trail towards the actual spot where Lord Nishringa Nishringa appeared. And at one point we came to a ridge, we climbed up this little ridge and there was this area about as big as this room and it was all very smooth. The stone was shiny and smooth. And we поднялись на такую площадку, она была размером где-то с площадью как эта комната и она была очень гладкая и сверкала. И мы увидели различные санскритские письмена там на камне. So I said to our guide, what is this all this санскрит carved into the stone? И я спросил у нашего гида, что это за санскрит на всех камня? He said, oh, this is where Палад Махараж went to school. And his friends, they used to write their lessons in the stone. He said, this is the Guru Kul of Палад Махараж. He said, yes, yes. He said, yes. So all around that area were little bags hanging in the trees. Little cloth bags, like bee bags, cloth bags. И везде там висели такие мешочки, на деревьях. И я был удивлен, потому что их было много. И я заглянул в эти мешочки, там было золото, серебро, украшения, различные прослеты. И я спросил священника, почему тут так много этих мешочков и столько драгоценностей? он сказал, о, о, женщины из деревьев, они приходят сюда и поставят их варьболы в баке, и они хранят из дерева, и делают молитву к Lord Nishigadev. Мой дорогой Nishigadev, дайте мне одного сына. Если я могу создать одного сына, I promise that I will name him after you. Он рассказал, что женщины из этой деревни поднимались туда, оставляли какие-то драгоценности и просили Господа Nishigadev Nishigadev, 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 Andishigadev. И в этой деревне все дети имеют тот имен от такого рода. Потому что женщины чувствуют, что Господь откликнулся на их молитвы. И дальше была опять огромная скала, по которой мы должны были очень высокая. и наполовину где-то высоты эта тропинка продолжалась вокруг скала. И оно было такой ширины где-то. И мы должны были идти вот таким образом. И смотрели вниз. И все деревья внизу они выглядели как маленькие бравьи. скользнулись если мы поскользнулись или неправильный шаг сделали, то и мы очень осторожно шли по этой скале долгое время.